На южном объезде Владимира столкнулись два грузовика. Одного из водителей госпитализировали с многочисленными переломами. Инцидент произошел вечером 12 февраля около 9 часов на 174-м километре М7. Это в черте города. Как сообщают в ГИБДД области, 63-летний водитель фуры вылетел навстречу. Водитель автомобиля МАН, двигаясь в сторону города Москвы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Хюндай. На место выезжали спасатели муниципального ПСО. От удара крыша и передняя часть кабины грузовика Хюндай буквально вошли в салон. Водителя доставали при помощи специальных инструментов. Все подробности ДТП сотрудники поисково-спасательного отряда описали в своих соцсетях. В автомобиле Хюндай был зажат пострадавший с очень тяжелыми травмами. Только из видимых. Это открытые переломы бедра и берцовых костей, открытая черепно-мозговая травма, сильная потеря крови. Спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали переднюю панель и обеспечили доступ к пострадавшему. Но извлекать его возможности не было из-за тяжелого состояния. Сотрудники станции скорой медицинской помощи города Владимира ввели его в искусственную кому. Счет шел на минуты. Пострадавший был извлечен и передан сотрудникам. Также спасатели указывают, что водитель фуры МАН оказался на встречке, потому что якобы решил объехать пробку. В дорожной полиции не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во Владимире городской автобус подбил дорогой кроссовер. Из-за аварии в районе факела троллейбусы попали в западню. По направлению движения рогатого общественного транспорта, утром 13 февраля автобус 29 маршрута муниципального перевозчика врезался в два легковых автомобиля, которые остановились на красный сигнал светофора. Как сообщили очевидцы, троллейбусное движение было приостановлено непосредственно возле факела. Тот общественный транспорт, который успел до туда доехать, разворачивался на содышке. Водитель автобуса Лиас, городской маршрут номер 29С, 1956 года рождения, допустил столкновение с стоящими на запрещающий сигнал светофора автомобилями Лада Веста и Порш Каен. В ДТП никто не пострадал. На место аварии выехали инспекторы ГИБДД. По информации госавтоинспекции, области всего по городу за период с 12 часов ночи до половины четвертого вечера 13 февраля было зафиксировано 33 ДТП с материальным ущербом. На нас уже не смотрят, как на людей. Этими словами один из жителей Вяткина в Судогодском районе описывает ситуацию с местными очистными сооружениями. В поселке действует канализационная насосная станция. Она перенаправляет все нечистоты на старые очистные сооружения. И, по словам местных жителей, этот КНС постоянно ломается. В результате поселок в буквальном смысле тонет в фекалиях. На нас уже не смотрят, как на людей. Нас считают здесь какими-то этими ненормальными людьми. Ненормальными. Нечистотами нас начали заливать. Вот в этом пруду дети мои плавать учились еще в 90-х годах. А день от дня все хуже, 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 хуже. Как рассказывает другой местный житель, речь о строительстве новой очистной станции ведется уже давно. Но она до сих пор не запущена в эксплуатацию. На данный момент перепускает все фекальные стоки природоохранную зону в речку Черную, которая потом всекает в Клязь. Если туда далее посмотреть, там уже у нас, в принципе, экологическая катастрофа происходит. Очистные сооружения должны были запустить у нас в 21-м году. То есть уже прошло три года. Напомним, о проблемах жителей Вяткина наш телеканал рассказывал еще 4,5 года назад, летом 2019-го. Уже тогда местные жители пытались обратить внимание администрации Судогодского района на свои проблемы. Насосная станция постоянно выходила из строя, а старые очистные сооружения фактически не работали из-за ветхости. Ну, эта проблема у нас возникла где-то уже лет 12. Да, наверное. Ну и как она мешает нам жить? Ну, вы чувствуете вонь, которая идет. В 2019 году районная администрация пообещала заняться этой проблемой. И действительно, строительство новых очистных началось. По словам местных жителей, сооружение планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2021 году. Тогда же Вяткина посетил Александр Авдеев. На тот момент он находился в статусе в Рио главы области. На сайте Белого дома сообщалось, что для реализации этого проекта из областного бюджета выделено свыше 160 миллионов рублей. Но подрядная организация заявила о задержках в строительстве в связи с удорожанием и дефицитом ряда стройматериалов. Сайт Белого дома в связи с этим привел следующие слова Александра Авдеева. Видно, что работа на стройке кипит. Подрядчик ответственный. И не его вина, что в 2021 году цены значительно вышли за пределы сметы. Мы проведем рабочее совещание, чтобы досконально вникнуть в ситуацию. Посмотреть другие технические решения, которые могли бы вписаться в сметную стоимость. Обсудить, где мы можем пойти на удорожание. В любом случае постараемся помочь, найти решение и обязательно запустить необходимые этой территории очистные. С тех пор прошло уже больше двух лет, но новые очистные сооружения так и не введены в эксплуатацию. Сетуют местные жители, припоминая слова губернатора. Он обещал, что очистные-то запустятся, все на контроле. У него всегда все на контроле. Куда мы только не писали, у всех все на контроле. Как результат, последние действия затоплено оборудование, потому что эта канализационная станция, она не может переработать такое количество отходов, на какое рассчитано. Устав ждать решения своих проблем, жители поселка начали собирать подписи под коллективной жалобой. Ее они намерены направить в надзорные органы, а также представителям власти различных уровней. К слову, помимо местных жителей, на разговор с нашим каналом также приехал и депутат Заксобрания области. Вяткино находится на территории избирательного участка Сергея Козлова. По имеющейся у него информации, проблемы с насосной станцией происходят не по вине местной администрации, а в связи с не самой качественной работой обслуживающей организации. На протяжении некоторой времени, по имеющей у меня информации, не занимается обслуживание данного объекта. Что в очередной раз привело к аварии. Со своей стороны, я однозначно по данному факту обращусь к запросам в прокуратуру. И после проведения определенных действий, да и выяснения ситуации, готов уже дать пояснение. Хотя представитель обслуживающей компании заявляет, что не раз обращал внимание администрации Судогодского района на проблемы с насосной станцией. Мы не получили ни одного ответа за протяжении полугода, больше даже. Писали массу писем, директор писал, никакого результата. И когда вышли насосы строй, мы об этом сообщили. У нас забрали ключи еще в ноябре месяце. И доступ как бы нам. И сказали, что мы будем что-то делать, но что-то вам это не надо знать. Так когда же местным жителям ждать решения своих проблем? На финальной стадии проведения съемок на место приехал и представитель администрации Судогодского района. Он нас заверил, насосная станция будет отремонтирована в ближайшее время. Но глобально проблему это не решит. Запуск очистных придется снова подождать. Пока на новое очистные не перенаправляет. Новое очистное сооружение полностью готово. Сейчас идут, скажем так, пусковые работы. Но есть определенные трудности. Но постараемся, скажем, в течение февраль-март их запустить, переключиться и убрать эту проблему вообще. Ну а пока фекальные истоки, очевидно, продолжат затапливать поселок. Так будет ли решен вопрос со сливом нечистот хотя бы до середины весны? Как вновь обещают представители власти. Пока люди с недоверием относятся к очередным прогнозам чиновников. Мы будем следить за развитием этой истории. Алексей Домнин и Егор Дьякевич, 6 канал. Детский сад в Коврове закрыли на неделю из-за вспышки острой кишечной инфекции. Сразу 9 детей были отправлены на амбулаторное лечение. В конце минувшей недели в Роспотребнадзор поступили экстренные сообщения о нескольких случаях острой кишечной инфекции в детском саду номер 59. Надзорное ведомство назначило проверку. Были отобраны различные пробы для лабораторных исследований, а также взяты материалы у больных деток и работников детского сада. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил в детском саду. Ряд нарушений, собственно, они и послужили причиной заболевания среди детей. В отношении допустивших нарушения санитарных правил будут приняты меры административного реагирования. Деятельность детского сада приостановлена до конца этой недели, до 16 февраля. Целью проведения полного комплекса противоэффективных мероприятий, в том числе проведения заключительной дезинфекции учреждения. По состоянию на 13 февраля часть лабораторных исследований и материалов была подтверждена. По информации от Роспотребнадзора, других массовых случаев возникновения инфекции в детских садах Владимирской области нет. Фиксируются только единичные. Заболеваемость кишечной инфекции имеет сезонный характер, как раз в осенне-зимний период. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены. В том числе следует мыть руки перед приемом пищи после улицы и посещения туалета. Обязательно мыть фрукты и овощи. По представлению Гусь-Хрустальной прокуратуры в детской школе искусств отремонтировали потолок. В начале этого года в дыше имени Балакирева, расположенного на проспекте 50-летия советской власти города Гусь-Хрустального, обрушилась часть облицовки потолка. Инцидент произошел в ночное время, когда в школе находился только сторож, поэтому пострадавших удалось избежать. Тем не менее, ежедневно в образовательном учреждении находится более 400 учащихся, а также работников сферы искусства. Благодаря проверке прокуратуры потолок был приведен в нормативное состояние. В детской школе искусств ведется обучение по различным направлениям. Живопись, хореография, фортепиано, театральное искусство, архитектура, туризм и многое другое. Программы обучения как общеразвивающие, так и предпрофессиональные. Детей обучают с трехлетнего возраста. По информации от руководителя образовательного учреждения Натальи Померанцевой, в плане обрушения части потолка все было не так страшно. И угрозы никакой не было. Якобы в СМИ слишком утрировали ситуацию. Ремонт в школе, по словам директора, проводился относительно недавно. Однако потолок, видимо, не успели отремонтировать. Теперь же коридор, в котором произошел инцидент, как заверяет Наталья Померанцева, опасности для учащихся и работников школы не представляет. Первая очередь логистического центра «Вайлдберес» в Собинском районе будет запущена летом. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона. Александр Авдеев напомнил, что на строительство первой очереди комплекса возле деревни Хрястово было отведено порядка двух лет. Инвестор начал строить его летом 2023 года в рамках соглашения с правительством области. Будет создано несколько тысяч новых рабочих мест для жителей региона. Работы идут по графику. Первая очередь должна запуститься уже летом. Строители рассчитывают сдать весь объект до конца 2025 года. Напомним, согласно проекту, в Собинском районе должны появиться склады общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. Планируется, что там будут работать примерно 7,5 тысяч человек. Общая сумма реализации проекта составляет около 11 миллиардов рублей. Причем о ходе строительства крупного хаба под Собинкой месяц назад рассказывал первый вице-губернатор. Правда, тогда Александр Ремига сообщил, что первую очередь Вайлдберрис планируют запустить не летом, а гораздо раньше. Мы посмотрели эту практику реализации строительства таких комплексов и в Тульской области, и в других регионах. Появляется и идет значительный всплеск по количеству занятых в малых предприятиях. К апрелю первую очередь 45 тысяч они планируют запустить. К слову, под сообщением губернатора в социальных сетях появился и вот такой комментарий. Его автор надеется, что новые рабочие места достанутся жителям области. Несколько тысяч рабочих мест – это замечательно. Лишь бы эти места реально достались местным жителям, а не трудовым мигрантам, как в большинстве аналогичных объектов Подмосковья. Правда, ранее все тот же первый заместитель губернатора признавал, что в области наблюдается дефицит кадров. И один из инструментов для решения этой проблемы Александр Ремига увидел в задействовании труда именно специалистов из-за рубежа. Например, в регион скоро должны будут приехать рабочие из Южной Азии. У нас нет массовости этой. Но это один из инструментов, который в краткосрочном плане для нас бы служил решением задач. Могу сказать больше. У нас есть предприятия, инвесторы, которые зашли в 2023 году и которые сейчас реализуют свой инвестиционный проект. Они рассматривают, например, завоз специалистов из Бангладеша. 150 человек. Успеют ли строители сдать объект в срок, учитывая, что первая очередь хаба запускается позже обещанного? Да и кто именно займет появившиеся рабочие места? Пока вопросов скорее больше, чем ответов. Алексей Домнин, Шестой канал. В Судогодском районе рысь пыталась пройти к людям через ограждение дороги. Лесную кошку заметили водители на платной трассе М-12. Вон рысь, видите, бегает. Вон, видишь, какая. Здоровая кошка, килограмм на 40. К слову, ограждение установлено вдоль новой магистрали для безопасности водителей и диких зверей. Однако забор может мешать миграции животных, считают специалисты. С приближением весны у зверей начинается гон. Представители Владимира Суздальского музея-заповедника предполагают, что на кадрах запечатлен самец. Его примерный вес 32 килограмма. Он уже начал двигаться в поисках самок. Так как численность мала, приходится проходить какие-то расстояния в поисках противоположного пола. Скорее всего, он попал в такой искусственный, созданный для него ловушный. Но натиск цивилизации не установить. Видимо, какие-то звери и дальше впредь будут редкими у нас на территории края. А рысь у нас относится к категории видов исчезающих. То есть она вот в Красной книге в Владимирской области занесена. Отстрел рыси в регионе запрещен еще с 1965 года. По данным госохотинспекции, во Владимирской области проживает только 51 особь. Следы дикой кошки можно встретить в сухих сосновых борах. Такие леса пролегают в Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Ковровском, Камешковском, Судогодском, частично в Юревпольском и Суздальском районах.